Алло. Да, здравствуйте, Герман. Слушаю вас. Спросили набрать 4 плюс-минус. Да, пожалуйста, конечно, я освободился. Просто я в офисе документацию на подписи была, и надо было срочно заканчивать. Понял, понял вас. Я вам по какому поводу звоню? Вы сегодня регистрацию проходили, помните, там, по поводу дополнительного дохода на финансовом рынке? Сегодня. Компания Royal Empress. Royal Empress? Да, да. Может быть, что-то и было, я сейчас не припомню пока. Делов много сзади было. Ну, согласен, может, не помните. Ну, смотрите, регистрация ваша есть, то есть пройдена она. То есть у вас есть доступ к финансовому рынку, то есть зарабатывать можете дополнительно. Я могу рассказать более как бы детально, как это все происходит, как вы сможете зарабатывать, в общем-то, как это работает. Как вы на это смотрите? Да, я положительно смотрю. Я только хотел поинтересоваться. Вы, как сказать, вы брокерская компания, получается? Да, да. Получается, вы будете работать через брокера. Ну, именно через нас у вас есть доступ к платформе, то есть биржевой торговле. Если вы, ну, вы не можете работать самостоятельно, то есть сами от себя. Вы всегда работаете через какую-то компанию. Прошли регистрацию, значит, будете работать через нас, то есть у нас есть лицензия, то есть... А лицензия чья? В смысле, чья? Ну, каким регулятором будем лицензия? РНБО. Как? Российский национальный... Ну, наша русская лицензия. Да, да, да. А расшифровать, как РНБУ? Алло. Да-да-да, я здесь. Ну, так я вам вопрос задал. Центр регулирования отношений на финансовых рынках. Так это ЦОФР, а не РНБУ. Да, ЦОФР. Ну ладно, хорошо. Замечательно. То есть смотрите, у вас сейчас почта, почта у вас рабочая, которую вы указывали при регистрации? Нет, это домашняя моя почта, я до нее не затянусь. А как нам тогда перейти? А куда перейти? Смотрите, мне нужно вам сбросить письмо, то есть сайт. Перед этот сайт вы сможете попасть на свой личный торговый счет. Вот там мы, собственно, и будем с вами разбираться. Стоп, молодой человек. На свой личный торговый счет у меня открыт торговый счет. Это что такое торговый счет? Сейчас еще не активный. Торговый счет – это тот кабинет, через который вы будете торговать на финансовом рынке. Так это торговый счет или торговый кабинет? Это одно и то же. Не может такого быть. Вот в моей компании есть торговый расчетный счет. Торговый расчетный счет. С него я произвожу оплату. Хорошо. Ваша компания торгует на финансовом рынке? Нет, мы не торгуем на финансовом рынке. На финансовом рынке, чтобы торговать, нужен брокерский счет, а не торговый. хорошо, у вас открыт брокерский счет да вы что, а в каком банке мы открывали он не в банке открывается да вы что обалдеть да, вы что-то хотите другое сказать? а вы вообще или я просто не понимаю вашу манеру вообще не, молодой человек, погодите ваша компания зарегистрирована где? именно что? где мы находимся или что? где вы находитесь, это будет мой второй вопрос а где ваша компания прошла регистрацию как юридическое лицо? в России да, вы что? ну назовите мне какой свой я вас сейчас на Роспрофайле посмотрю что это за компания такая которая пользуется услугами коммерческой организации ЦРОФ которая уже до того понотарела в делах выдачи лицензии за небольшое вознаграждение который не является регулятором на финансовом рынке Российской Федерации так и единственный регулятор на финансовом рынке в Российской Федерации является Центральный банк Российской Федерации не слушая какую чекуку вы несете про торговые счета я вам могу спросить сомнения что вы таки мой земляк что вы таки мой земляк где-то примерно со средней части Украины ну не западами это точно и не в Одессе вы такую фигню несете молодой человек ну какая Одесса вы знаете много Одесс? я вам например знаю две Одессы одна Одесса наша украинская а другая Одесса находится в славных Соединенных Штатах Америка а вы где находитесь? а вам какая разница? где я таки нахожусь? мне вот интересно где ваша компания просто я же вас спрашиваю вы же меня спрашиваете почему я не могу вас спросить? ну я могу вам сказать я нахожусь на территории под контролем Российской Федерации если какой-то допрос устраиваете конечно вы извините чтобы я вложил хоть одну копеечку хоть одну гривну в вашу компанию я должен хотя бы минимальную информацию о вашей компании какую гривну? вы в Украине или что? я не в Украине и не на Украине я на территории Российской Федерации так вы же говорите гривну ну а что я могу назвать доллар, евро, юань песо подождите у вас гражданство какой страны? а вам зачем это? вы расист? вы какие-то нации ненавидите? у меня есть одно единственное правило если у вас есть гражданство Украины то я не могу с вами работать почему таки? у вас есть это гражданство? потому что вы еще находитесь молодой человек как вас еще раз зовут? представьтесь пожалуйста я пропустил немножко меня Владислав меня зовут Владислав вы находитесь еще таки на подконтрольной территории украинского СБУ вы боитесь что к вам придут СБУ? поверьте мне не придут я давным-давно порвал паспорт какой СБУ? ну такой же как УДС я таки вас умоляю я давным-давно порвал паспорт сжег его на Красной площади паспорт Украины ну такие я вас слушаю то есть все-таки у вас гражданство украинское нет меня господин Порошенко лишил этого гражданства так что я теперь россияне ну так лишил были у меня с ним некоторые не с ним именно а с некоторыми государственными органами подконтрольными президентом ну были некоторые такие моменты где мы очень-очень круто не сходились поэтому нет вы мне ответьте ответьте вот честно на вопрос у вас гражданство двойное или одно? а как может быть двойное гражданство в данной ситуации? официально оно может быть оно может быть может быть официально На данный момент такого гражданства не может существовать неофициально. Да вы что, вы так хорошо знаете родную Украину? Вы так хорошо ее знаете? Вы слышите меня, что я вам говорю? Я общался относительно недавно с человеком, который находится в Крыму. Как бы Крым сейчас наш, правильно, русский. Но у него гражданство двойное, украинское и русское. Ага, украинское и русское. Но украинское гражданство, оно ему уже не помогает для въезда на Украину. Я понимаю, я это понимаю. Я у вас прошу гражданства. Как я вам сказал, меня лишили давно-давно господин Порошенко и езжи с ним гражданства, украинского гражданства. Поэтому незадолго до этого момента я сжег паспорт на Красной площади. У вас там хлопают, у вас весело, аплодисменты такие. Мне нравится ваша компания. Поэтому я остался в РФ, получил гражданство российское. И теперь я живу и процветаю. И смотрю на все это с большим смехом. Так я вас слушаю. Где компания ваша? Я ответил на ваши вопросы по поводу гражданства? Ну, я бы не сказал, что вы ответили на мой вопрос. Ну, я являюсь гражданином Российской Федерации. И больше никакой страны я пока еще нигде больше не имею таких регистраций. Вот сомнения-то вас взяли, да? Что еще там ответить? А вам что еще ответить? Я вас хотел спросить, поинтересоваться, извините, спрашивать я в другом месте буду. Поинтересоваться хотел у вас. Где зарегистрированы ваши компании? В Москве. В Москве. Скажите мне ваши имена, пожалуйста. Чтобы мне вас не утомлять различными вопросами. Номер. Я не хочу вас утомлять, кто ваш директор, кто является управляющим вашей компанией, какая форма собственности вашей компании. Субтитры сделал DimaTorzok